25,7% на протяжении сезона, то против ЦСКА 28,9%. И что самое, в общем-то, наверное, одна из интриг... Перестрелка? Нет, в сегодняшней игре шанс для... Оу, Отелло Хантер! И смену, как сейчас. Да, Отелло Хантер работает против Шведа. Еще один дальний, уже не такой точно, Стефан Маркович. И никто у Химов не защищается против этого быстрого... Деколо очень... Деколо. Плохо защищается против урываний. Я думаю, Хантера, который на линии постарается дать своей команде очередные два очка. Появился, опять же, на площадке Клайбер, также Виктор Рад. Декорни основной, центровой команды в отсутствии Кайла Хайнса. Хайнса очень не хватает, Хайнс очень полезен, очень важен. И как раз вот перед стартом матч... Он, в общем-то, немножко... ЦСКА как-то... Мне кажется, пробежка была. ЦСКА не... Не подборы. И это не давало им, в общем-то, так второго шанса. И, в общем-то, наверное, не вселяло в снайперов большой уверенности. И отсюда и одна из причин плохого процента, то, что они, в общем-то, не... Снайперы не имели такой, как бы... Смотрю игру, но у меня ощущение, что не намного больше 50% у него. Отелло Хантер тем временем встречается с очень широкой и сильной спиной Сергеем Мони и заталкивает тяжелейший мяч через... Игрок следующий за этим пик-н-ролл, он должен был быть в зоне видимости в команде. И против ЦСКА у него всего 5,8 очка было в предыдущих четырех играх. Больше 11 в... В среднем за... в Евролиге. Вот. И сегодня он уже 10 очков забил. Ну и Антоник Гил, помимо всего прочего, один из самых приятных вообще, в принципе, людей для общения. И, опять же, здоровается с каждым, кто входит просто в организацию. Хима вернулся, и мы не ожидаем, что он выйдет еще на площадку в этой игре. Очень интересно вот эти первые минуты, как они будут. Что... Да его не... Не гантова ментально была играть. Вот. И плюсы, как говорил, уже Химки хорошо играли. Вот. Но первые четыре очка, в общем-то... ЦСКА... Чтобы бросить какой-то, может быть, даже и сложный бросок. А Егор Вянцев... О-о-о-о! Не точно трехочковый. Я вот не знаю, Сергей Владимирович, обратили внимание, выдающийся... Не просто победить, а оформить выдающуюся победу. Опять же, с соперником, который славится своей грандиозной обороной. Возможно, это... Невозможно, это скорее всего. Я бы, наверное, тоже так бы сделал. Потому что, как бы, все равно, когда игрок не в игре, и получив такой, только выйдя, получив еще один, даже пусть это будет четвертый фолл, надо дать ему возможность. То есть... Вот, я... Тем более, что если... Если ты веришь в него, и как бы он... Только вышел, сразу сел как-то... Да, что произойдет, то произойдет. Даже если ты потеряешь его... Ну, его все равно, ты будешь готов для концовки. Вот. Ну, опять же, я не говорю, что это правильное решение, но я бы его оставил на плаву. Победу скидка на Марковича в угол. Маркович, хороший показ броска, но не точный бросок. Следует и от Элло... Командных... Уже? Замечаний, да. За две... Меньше, чем за две с половиной минуты. И от Элло Хантер внутрь. Хорошо получает он здесь передачу, похожа от Кори Хиггинса. И, видимо, контакт с Томасом Робинсоном находит. Интересно было посмотреть, какое количество фаллов пропило в регулярности. Да, обе команды, они по-прежнему достаточно точны в своих действиях. И ЦСКА попадает 8 из 18, 30. Про 30 трехочковых бросков и вот 11 попаданий. Япочень Вестерман, то есть они вдвоем на задней линии. Плюс Клайберг, плюс Хантер, плюс Виктор Рад. И Тодорович проиграл борьбу. Все тому, что Хантеру и Отелло... Против Химок. Хотя, ну, не намного больше, чем средний показатель. Но 10... Один из героев этого, вот это Хантер. И Хантер, конечно, сейчас очень хорош. Показывает что-то такое, чтобы, можно сказать, выдающийся. Подбор под своим счетом опять Химкам сделать не удается. Не забей швед, отбейся сейчас ЦСКА. Даже не... В любом случае. Отбейся ЦСКА и 6-очковое преимущество. В общем, это много. За, там, минуту 30, минут 35. Теперь мы имеем концовку. Да, и концовку, в которой посмотрим сейчас и на то, как будет ЦСКА формировать свое нападение без ДКЛО. И на Химки. Если Химки сумеют отбиться, как дальше они будут атаковать? Будет ли это опять игра Алексея один в один против Рад или против кого-то еще? А вот мы отмечаем, как здорово сегодня сыграл Отелло Хантер с линии 8 из 8. Интересно. Я только что думал о том, что Воронцевич или Семен должны быть на площадке для того, чтобы Рад все-таки, что тут ЦСКА не видно ничего. Но сейчас один на один попытается придумать. Ага, Кори Хиггинс внутрь на Отелло Хантер. И Хантер разбирается один на один. Малкольм Томас отдал сопернику этот шанс. 23 секунды у Химок, чтобы спастись. Теперь большое преимущество.